У нас был похожий вопрос, но вот здесь уже спрашивают по факту. В первый раз спрашивали, например, как быть до никяха, если у женщины есть какие-то болезни, нужно ли об этом рассказывать. Здесь рассказывают, парень и девушка уже поженились, и после брака выясняется, она молодая девушка, и узнает, что муж не может иметь детей. Для нее это является причиной, из-за которой она может попросить развод. И должен ли он был сказать об этом перед замужеством? Бисмиллях, альхамду лиллях, вассалату вассаламу аля расуле лиллях. Аллах, субханава та'аля, запретил притеснение зум. Один из основ никяха является, что в первую очередь, чтобы сохранить себя от харама. Второе из плодов никяха является, чтобы иметь детей. Если заранее зная мужчина, что он сам болеет бесплодием и не сообщил, он должен это сообщить. Потому что если он не сообщил, зная, он делает притеснение, он делает зум для этой девушки, которые уходят за него замуж. Она желает детей, получит детей, уходит замуж, и потом получается, что он не может иметь детей. При этом, не обязательно, здесь разногласия ученых, но более правильное мнение, как тебе сказать, что если муж, даже если он даже не знал, но потом появился, что оказывается, что муж не может иметь детей, тогда она может подать на развод. Даже не развод, а расторгать брак. А какая разница между разводом и расторгать? Развод без разрешения мужа не имеет, никто развод тебе дает, если он все соблюдает. Он ему обеспечивает, он спит с ней, все это делает, зуму не делает, тогда никто не имеет права заставить мужа, чтобы развод дать за какие-то причины, которые выдумывает женщина. В таком положении, если муж даже сказать, я развод не даю, здесь расторгают брак. Здесь расторгают брак и иметь женщину подать на суд, чтобы его брак расторгали, в Аллаху а'лам, при такой причине, что муж не может иметь детей, в Аллаху а'лам. Продолжение следует...